Что мне делать, Жора? Мне 30 лет. У меня муж идиот. У меня нет детей. Я всю свою жизнь, всю свою молодость потратила на карьеру учителей в мечтах о статусе директора школы. Я-то думала, что мы делаем что-то важное, что-то нужное, что-то, ради чего можно всем пожертвовать. Чтобы что? Чем больше мы их тянем к свету, тем стремительнее они погружаются во тьму. Все наше общество, все социальные институты направлены на то, чтобы мы все погружались во тьму. Нас заразили идеями потребительства. Все ради денег, все. Можно же уже вообще ничего не скрывать. Вон, выставляй на распродажу все свои позоры, все свои крихи, неудачи. Ведь мы же строили совершенно другое общество. Когда мы успели подхватить эту заразу? Ну кто нас всех заразил? Кто этот нулевой пациент? Помнишь? Помнишь притчу из Евангелия? О богатом юноше, о юноше богатом, что приходит к своему учителю и говорит, а что я должен сделать, чтобы попасть в царство небесное, в вечную радость, в рай? Заповеди да, но ведь есть же что-то еще. Ну какой-то более короткий путь. Откажись от всего. Откажись от всего, что накопил. Откажись. Но ведь проще верблюду пролезть через угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Мы. Мы должны отказаться. Мы должны отказаться от всего материального, от всех привычек, пристрастий. Но главное, но главное, мы должны отвернуться от всех тех, кто нас учит жить одним днем. Ради денег, ради власти. Они же все известны. Они же живут в своих загородных домах с высокими заборами. Они же думают, что так будет всегда, что они вечные. А мы? А мы здесь. Мы здесь. Мы бьемся, как рыба об лед. Вот. Но главное, но главное, все становится бесполезно, как только дети открывают свои гаджеты. С этими их распродажами, смс-ками, темами про буллинг, что-то еще. Я. Каждый учитель в нашей стране должен понимать, сейчас образование – это война. Отвечает каждый на своем месте. А учить нужно простым маленьким вещам, чтобы каждый ребенок, выходя из школы, умел, знал. Нужно не к себе от себя, не загребать, а отдавать. Все.